Максим Галкин словил порцию критики от Ксении Собчак после того, как раскритиковал скульптуру «Большая глина номер 4» современного художника Урса Фишера, которая была установлена в центре Москвы на Болотной набережной. Арт-объект представляет собой комок глины из алюминия. По замыслу создателя, он посвящен осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека. Правда, многие скульптуру не оценили, а Максим Галкин, и вовсе не стесняясь в выражениях, раскритиковал ее. С Максимом Галкиным оказались солидарны Станислав Садальский, Андрей Кончаловский и другие медийные личности. А вот Ксения Собчак, наоборот, выступила в защиту швейцарского творца и его скульптуры. Журналистка разнесла всех ее противников и заявила, что у народных масс недостаточно насмотренности и понимания современного искусства. А в своем посте оставила жирный намек на Максима Галкина. Я уже больше не собирался высказываться по поводу статуи на Болотной набережной, потому что я становлюсь каким-то пиарщиком этого произведения. Но тут Ксения Собчак вскочила на подножку трамвая и на ночь глядя разродилась постом, в котором рассказала, что мы все лохи ненасмотренные, широкие народные массы, ничего не понимаем в современном искусстве, потому что вот мы такие отсталые, любим салат Оливье, голубой огонек, анекдоты протещу и французские замки в русской деревне. Тут я понял. И это про меня. Ну, про замок во французской деревне это я чуть позже скажу. Ребят, ну, я люблю современное искусство. Вы не понимаете, искусствоведы, Ксения Собчак, и же с ними. Защитники и поборники монумента, который никто сносить не собирается. Московские власти прекрасно себя чувствуют с этим говном на Болотной набережной. Чего его защищать-то от нас, от широких народных масс, которым это не понравилось? Мы же ничего сделать не можем. Я хотел бы вам сказать, современное искусство существует, и я его не отрицаю. Более того, я его люблю. Я не привык хвастаться объектами из своей коллекции, но сегодня придется. А что делать? Как вам еще объяснить, что такое красивое современное искусство? Вот, например, рядом со мной стоит бюст. Посмотрите, фантастическая работа современного австрийского художника Ханса Гигера. Ну, если вы так любите русские имена и так доверяете Западу, то я скажу, что это выдающийся художник, признанный на Западе. К сожалению, его уже с нами нет. И вот это его работа, сделанный его руками, фантастический совершенно бюст. Ханс Гигер. Это график-скульптор, который создал для Ридли Скотта вселенную чужого. Классный, современный, ни на кого не похожий, мрачный, со своей неповторимой вселенной, со своим мирозданием художник Ханс Гигер. Талант-талант. Но не Ханса Гигера ставят у нас на площади. У нас ставят Урса Фишера. Чувствуете? Фамилии похожие, западное признание. Все есть. Но почему-то ставят не выдающегося графика. Посмотрите, какая работа. Не скульптора от Бога. А ставят вот этого товарища. Пойдемте, пройдемте по саду. Пока я иду к другим произведениям современного искусства. Небольшой экскурс. Мой посыл еще был связан с тем, что я за отечественного производителя. Еще раз говорю, у нас есть много хороших современных скульпторов, которые недооценены. Вот в частности, пару лет назад я попросил своего друга, выдающегося скульптора современного Андрея Налича воплотить свою мечту у себя на участке. Почему у меня на участке? Я с удовольствием бы воплотил его мечту где-нибудь в городе. Но, к сожалению, город конкретно эту задумку Андрея Налича не принял и не поставил эту скульптуру. Это было еще лет 20 назад. Он 20 лет безуспешно пытался поставить это классное произведение на площади Москвы. Не удалось, поэтому я предложил это сделать хотя бы у меня на участке, потому что мне очень нравится задумка. Ну, хорошо, но хотя бы у меня в саду будут ею любоваться. Сейчас я вам, ну вот он там летит в воздухе, Георгий, сейчас я вам поближе покажу. Современные материалы, сталь, интересная задумка, потрясающая пластика вот этого змея, созданная на одном из наших цеховых производств металлических, да, потому что закрутить вот эту пластику, эту динамику было достаточно сложно в таком материале, как сталь. Кубистический Георгий, фантастическая вещь, семиметровая, классная. Она весит почти полторы тонны, но при этом легкая, сверкает на солнце. Вы посмотрите, какая красота, как это необычно смотрится, причем в любое время дня, ночи открываются какие-то совершенно другие перспективы, другой взгляд. На это можно смотреть, хоть бесконечно. Подойду к еще одной замечательной, ироничной работе современного скульптора, уже итальянского, Эдриана Транквилли. Он переосмысляет классику через героев комиксов. Это классно, необычно. Он делает Бэтменов, Человеков-пауков, вполне в себе в таких античных статических позах, иронизируя, в том числе над классикой. Здорово, классно. Вот такой вот Бэтмен стоит, посмотрите, приглашает в современное искусство. Мне кажется, из-за того, что мы многое видели, многое знаем, мы позволяем себе высказать публично мнение об этом произведении. Искусство может быть современным, античным, каким угодно, но искусство, которое стоит посреди большого старого города, в центре столицы, это должно быть талантливое искусство. Оно должно быть талантливое. Я вам говорю, что это произведение бездарное. Вот и все. Дело не в том, на что оно похоже. Оно неталантливое. И точка. И в современном мире, где есть столько всего прекрасного, выбран почему-то вот этот художник. Теперь по поводу того, что вот у меня дом на замок похож. Слушайте, я вместе, кстати, тоже с нашими отечественными архитекторами, дизайнерами, Анатолием Голевым и Верой Горлицыной поставил вот этот вот дом в виде замка. Он очень хорошо встал на местности. Вам любой архитектор скажет, что здесь он классно смотрится. Это такая правильная доминанта. Но более того, здесь в 19 веке стоял тоже замок. Тоже в стиле романской готики. И семья Льва Николаевича Толстого, которая владела этой деревней, подражая тогда французской готике, поставила здесь замок. Я про это не знал. Но им пришла тоже такая идея в голову, именно потому, что здесь такой ландшафт. И в свое время Фекла Толстая, пра-пра-внучка Льва Николаевича, мне показала рисунок своего деда, принадлежавший ее деду. Это рисунок, кем-то сделанный в 19 веке, где изображен этот замок, эта усадьба, которая здесь была. Фундамент в 100 метрах от фундамента моего дома. Деревья, которые здесь, это парковые насаждения, которые когда-то были посажены толстыми. Но дело не в этом. Это же мой участок. Я делаю на своем участке то, что я хочу. Строю такой дом, как мне хочется. И уж точно он не портит местность никоим образом. Что касается Оливье Голубых Огоньков. Ну, Оливье классный салат, он вкусный, его здорово есть на Новый год. Чего уж нас попрекать тем, что мы любим Оливье. Ну, кто-то любит лангустинов. Ну, там, где они легко вылавливаются, наверное, уместнее есть их. Нам хочется Оливье. И Голубой Огонек, что уже его вспоминать? Ну, такой устаревший формат телевизионный. Какая связь? Никакой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...